Немецкая компания Sennheiser обладает серьезной репутацией в сфере изготовления высококачественных аудиопродуктов. И когда анонсировали их дебютную модель True Wireless наушников, мне стало интересно протестировать их новинку. Тем более, что у Sennheiser было достаточно времени проанализировать ошибки конкурентов и показать миру, со своей точки зрения, идеальные беспроводные наушники. Давайте же посмотрим, что у них получилось. Вещь, с которой вы будете сталкиваться каждый день, кроме самих наушников, это чехол, который продлевает время работы наушников до 12 часов. Сами наушники проработают на одном заряде до 4 часов. Благодаря чехлу их можно зарядить еще 2 полных цифра. Он изготовлен из пластика и обтянут серой тканью. Она довольно износостойкая, на ней не видно отпечатков пальцев и царапин, как на глянцевых чехлах. Поэтому можно не переживать, что через месяц использования чехол превратится в зацарапанный кусок мыла. Но все же думаю, что через некоторое время могут появиться пятна на ткани или темные участки, поэтому держите руки чистыми. Внешность – вещь, конечно, субъективная, но, как по мне, чехол не дотягивает до премиального вида в сравнении с датским конкурентом. При такой цене хотелось бы видеть отделку кожей на чехле. На задней панели чехла расположился разъем USB-C и кнопка, активирующий индикатор уровня зарядки наушников. Размер чехла оказался довольно компактным, и его можно незаметно уложить в сумку, куртку или карман пиджака. Крышка закрывается на магните, поэтому чехол случайно не откроется. Также наушники фиксируются магнитами в своих посадочных отверстиях. К недостатку можно отнести отсутствие кнопки выключения наушников. Скажем, если вы достали наушники из ушей, то вам нужно обязательно положить их в чехол, иначе в ожидании подачи на них сигнала они могут разрядиться еще на 10-15% перед тем, как выключиться. Поэтому чехол нужно всегда держать неподалеку. С другой стороны, послушав музыку, вы вкладываете наушники в чехол, и они автоматически начинают заряжаться и аккуратно хранятся, не царапаясь друг об друга или от другие сторонние предметы. Полностью разряженный чехол и наушники зарядились у меня за 2 часа от 2-амперной зарядки. Внешность наушников не пестрая, весьма сдержанная. Они не кричат «возьми, одень нас и бегом в тренажерный зал заниматься спортом», или «мы такие красивые со стразами и нужно всем их показывать». Нет, это сдержанная серая мышь с душой тигра. Но об этом позднее. Несмотря на скромный вид, наушники защищены протоколом IPX4, который защитит наушники от брызг, скажем, моросящего дождя и от пота. Так что можно и не сильно спортом позаниматься. Наушники не самые компактные, которые доводилось мне видеть, но те же Bose более громоздкие. Они удобно лежат в ухе, не вызывая дискомфорта как при беглом прослушивании в 20-30 минут, так и при длительном, в поездке в несколько часов. Наушники изготовлены из черного пластика, технология которого используется в линейках Jabra Elite, а эти ребята знают толк в комфортных гарнитурах. На внутренней части наушников есть маркировка левого и правого канала, магниты для крепления в чехле, индикаторы статуса работы и позолоченные контакты для зарядки. Наружные панели металлические с логотипом Sennheiser и концентрической фактурой, чтобы меньше было видно отпечатков пальцев, так как на наушниках нет механических кнопок, а управление у них сенсорное. Они просты в настройке эксплуатации, плотно прилегают к чехлу, когда не используются. Открыв футляр, они автоматически включаются в режим сопряжения при извлечении из чехла. В противном случае вам нужно будет удерживать левую и правую сенсорные панели около 5 секунд, пока внутренний индикатор не начнет мигать красным и синим, а затем выбираете Momentum в меню сопряжения Bluetooth вашего телефона. Momentum построены на Bluetooth 5.0 с поддержкой PTX и PTX Low Latency. А узнав, что тут стоит 7-мм излучатель, становится понятно, почему не сделали корпус компактнее. Эти наушники достигают уровня громкости в 107 дБ, а это довольно приличный запас по громкости. При этом наушники не начинают ярко кричать, забивая все остальные частоты. Они максимально, насколько это возможно, сбалансированы на любом уровне громкости. Как и полагается, у Sennheiser проработка нижних частот на должном уровне. На современных и качественных записях бас плотный, хоть и более деликатный, чем у проводных моделей. Средние частоты неплохо сбалансированы. Вокал подается чуть на передний план, перед инструментами, поэтому на средней громкости может показаться нехватка ясности среднечастотных инструментов, например, на классике и джазе. Но зато, когда добавляешь громкость, нет крикливости и звона, который раздражал в более бюджетных беспроводных наушниках. Также и с верхними частотами. Тут все на должном уровне. Несмотря на то, что это Bluetooth и диапазон обрезается, верхат точные и одновременно ненавязчивые. Они не акцентируют на себе внимание, не звенят и не сыпят, как бывало у других True Wireless наушников. От подачи этих Zenho не устаешь. В них комфортно в любом месте и при прослушивании любой музыки. Но особенно хорошо они справляются с современными жанрами музыки. Сенсорное управление на наушниках позволяет регулировать воспроизведение и громкость. Плей, пауза, принять или завершить вызов можно нажатием на левую гарнитуру. Активировать голосовой помощник на правом наушнике. Увеличить или уменьшить громкость можно удержанием правого или левого наушника, соответственно. Эти подсказки можно увидеть в приложении Sennheiser Smart Control, нажав на изображение каждого из наушников. Также приложение поможет вам осуществить первоначальное подключение к наушникам и покажет уровень заряда каждого из них. В нем можно плавно поправить звук эквалайзером, если стандартная подача покажется слишком скучной и спокойной. А еще понравилась функция прозрачного слуха. При ее активации микрофоны наушников пропускают звук снаружи вам в уши и получаются эффект открытых вакуумных наушников. Привет, Odyssey iSign! При использовании данной функции можно продолжать слушать музыку и при этом отчетливо слышать объявления станции либо просто окружающие звуки, если вам это необходимо. С этим режимом слух будто меньше напрягается от звукового давления, при этом звук становится более воздушным и детальным. Обязательно стоит опробовать данный режим, возможно даже и дольше и чаще будете слушать музыку. Еще наушники могут похвастаться удобной функцией автопаузы. Если достать один наушник из уха, трек остановится и достаточно разместить наушник снова в ухе, воспроизведение возобновится. Это идеально подходит для заказа кофе, общения с продавцом или прослушания объявлений. Однако, если вы достанете оба наушника и будете держать их в одной руке, воспроизведение музыки возобновится. Как и положено Bluetooth наушником, у них есть несколько микрофонов, поэтому наушники можно использовать как гарнитуру. И при разговоре вы слышите собеседника сразу в двух наушниках, а не в одном, как бывало у конкурентов. Но это больше как дополнительная функция, поэтому не стоит ожидать качества разговоров такого же, как через смартфон. А вот чего не хватает в этих наушниках, это активного шумоподавления. Возможно из-за крупного динамика не удалось его разместить, или чтобы не портить качество звука. Не могу сказать, что наушники плохо изолируют от внешних шумов. Нет, корпус максимально анатомичен и без острых углов на внутренней части, поэтому изоляция будет хорошей в большинстве ушей. К тому же в комплекте идут 4 пары сменных амбушюр разного размера. Но все же, не всегда хочется выкручивать громкость на 80-90%, чтобы совсем не слышать самолет, поезд или метро. Поэтому для длительных поездок кто-то может предпочесть те же Bang & Olufsen с функцией активного шумоподавления или даже Quiet Control 30 от Bose. При всем вышесказанном, программная часть реализована на отличном уровне. Наушники легко завести в режим сопряжения, без трудностей подключаются к смартфону и стабильно держат сигнал. За пару недель у меня только один раз были помехи в сигнале одного наушника. И это было тогда, когда я проходил мимо нескольких магазинчиков с кучей электроники и работающими Bluetooth и радиоустройствами. Взвесив плюсы и минусы дебютной модели Sennheiser, они однозначно заслужат внимания при выборе полностью беспроводных наушников. Они подойдут для умеренных занятий спортом, разговоров и путешествий. Если же выбираете в основном наушники для занятий спортом, возможно вам понравится Bose SoundSport Free с лучшей влагозащитой и более надежным внутриушным креплением. Звук у Bose более драйвовый и воздушный. Это лучший выбор для тех, кто ищет наушники с надежной фиксацией. Если сравнивать с Bang'ами E8, у Sennheiser более проработанный и точный звук, особенно в области средних и высоких частот. Благодаря активному шумодаву в Bang'ах E8 в целом изоляция лучше получается, чем у Sennheiser. За счет функции активного шумоподавления в Bang'ах E8 шумоизоляция лучше, нежели у Sennheiser. Но главная фишка Bang & Olufsen – это их внешность и дизайн. Надев их, все в округе понимают, что у вас прекрасный вкус. И это отличный выбор для тех, кто слушает музыку редко, но с эстетикой. Звук у них проще, чем у Momentum, но зато качество сборки и материалы выше. А если сомневаетесь в этом, приходите в наши салоны в Киеве и в Днепре и убедитесь в этом лично. Та вещь, с которой вы будете сталкиваться... Немецкая компания Sennheiser обладает... Немецкая компания Sennheiser обладает... Повторим. Ля-ля-ля-ля-ля. Внешность – вещь, конечно... Внешность – вещь, конечно, субъективная. Та вещь, с которой вы будете...